Он спрашивает, Владимир, как вам Кишинёв? Но мы понимаем уже, что... Надо ли на него отвечать? Да, но дело не в этом. Главное, дальше. Правда ли, что молдаванки самые красивые девушки в мире? Вот сейчас в этой студии, когда тут сидят три девушки, давай, отвечай на вопрос. Нет, у нас тут, знаете, профессиональное сообщество. Мы обсуждаем честно и откровенно основные факты. В Кишинёве, как и в Тирасполе, прекрасные, очень симпатичные девушки. Да, и правда очень красиво. Мы когда приехали в апреле туда, только первый раз, некоторые мои коллеги-журналисты вообще работать не могли, потому что там-то уже лето было, и там по самому городу такие, и были дефиле. Можно задать вопрос мужчинам, а как мордавские мужчины? Как так? Жгучие брюнеты все, наверное, нет? Ну, большинство, да. Наверное, да. Я не могу сказать, что на меня произвело это очень большое впечатление. Вот Мариан Лупу, классический представитель, молодец, с помощью двухметровой. Да, Мариан Лупу, двухметровый такой, да. Владеет четырьмя языками. Мне очень нравится, как он голосовать ходил. Плюс четыре паспорта, наверное. Не поинтересовались. Он очень интересно ходил голосовать на последних парламентских выборах за руку с женой. У меня почему-то абсолютно была ассоциация с Обамой. Абсолютная. Да, причем они вышли пешком. Да, мы вышли пешком, да, это было так красиво, так по-летнему, так все, значит, очень, да. Ну, а скажешь, там и президент очень демократичный, на тот момент Владимир Воронин голосовал, да? Это кортеж из двух машин, который вышел просто... Из двух машин? Да, да, да. Все скромно. Заходил в участок, брать не все хочет. Нет, ну, там, ну, это, в принципе, да, Софико, наверное, как бы прелесть небольших республик, когда ты можешь без проблем позвонить на мобильный любому министру или даже премьеру. Да, друг другу, конечно. Они следили в ресторане, в том числе и президента. Да, да, да. Вот, например, захожу я в правительство республики Молдова, прочитав за несколько минут до этого в интернете, что премьер-министр первым делом распорядился разрешить журналистам пользоваться мобильными телефонами в здании правительства. Раньше их отбирали. И у меня, значит, я захожу на интервью к нему, у меня отбирают телефон. Говорю, а как же, вот, премьер-министр же вас распорядился позволить. Полицейский задумался, отошел, посовещался и вернул мне мобильный телефон. Все хорошо. И еще в Кишиневе совершенно бесплатный Wi-Fi в центральном парке. Да, бьет ключом. Бьет ключом. Это такая роскошь. Там даже розеточки где-то сделаны. Вечером, когда выходишь вечером в центральный парк, стоят возле скамеек, там розетки, и вечером, когда выходишь, значит, в темная аллея, на скамейке сидят люди, освещенные ноутбуками. Да. Такая картина. И очень хороший, и очень качественный такой быстрый Wi-Fi. Мы тоже оценили, как журналисты это делали. Но это еще в прошлый раз было, да.